Эта неделя стала исторической для Европы. 29 марта Великобритания официально уведомила Брюссель, что начинает процедуру отделения от ЕС. Назад пути нет. Союз дал трещину, а одна из сильнейших его экономик отправляется в свободное плавание. Мировые политики много об этом говорили. Слова о Брекзит не произнес только ленивый, но чиновники часто скрывают истину за красивыми формулировками. А что же говорят рядовые граждане? Наш сапкор в Британии Оксана Кундеренко выслушала. Соединенное Королевство отделяется от Объединенной Европы. Теперь на острове сами по себе. Добились чего хотели. Границы от мигрантов закрыли на замок. У кого родственники по ту сторону Ла-Манша спешно оформляют вторые паспорта, но усложнее всего гражданам ЕС, которые решили остаться в Великобритании, ворох бумаг от авиабилетов до телефонных счетов за последние 10 лет. Бесконечные формы и анкеты вынужден заполнять и немецкий профессор, и голландский предприниматель, и испанская учительница. Это сущий кошмар, бюрократия, все так запутано. Я с горем пополам получила вид на жительство, но предоставила мало информации о детях, и теперь они не могут тут оставаться, хотя и родились в этой стране. Унизительно чувствую себя вторым сортом. Работать теперь смогут только те, кто успел оформить разрешение. Строители, уборщики, медсестры, продавцы. Низко оплачиваемые профессии в Британии давно и прочно закрепились за выходцами из более бедных уголков Европы. Зачем я сюда приехал? Я мечтал о новой жизни, лучшей жизни. Хотел подкопить немного денег, заниматься чем-то полезным. Таких, как Ника, здесь ценят. Покладистых, трудолюбивых, нетребовательных и готовых работать за копейки. Да и на качественные, недорогие товары с континента спрос велик. Этой зимой в Британии разразился нешуточный продуктовый кризис. Из прилавков исчезли овощи, брокколи, салат латук, сельдерей, кабачки. Их еще долго, потом продавали строго, по три штуки в одни руки. Все из-за холодной зимы и неурожая в Испании и Португалии. А без южных европейских стран Британия вряд ли сможет себя прокормить. Фермеры из графства Кент, английского огорода, как называют этот регион, проголосовали за Брекзит. Думали избежать конкуренции с европейскими аграриями. А вышел дефицит сезонных работников. Британцы слишком избалованы и не хотят наниматься на 6 месяцев в году. Меня попросили взять на работу 10 человек из местного центра занятости, помочь местным властям сократить безработицу. В итоге только один из них остался на ферме. Историческое ремесло производства керамики ушло в крутое пике. Крупные фабрики переехали из дорогой Англии, а на эксклюзивные чашки и блюдца нет покупателей. Мы в большом упадке, были массовые сокращения. Остались ли в королевстве процветающие отрасли? Туризм. На Туманном Альбионе настоящий бум. Дешевый фунт стерлингов и призрак визового режима привлекает колоссальное количество приезжих. Выходные в Лондоне по цене уикенда в Праге. А может это вообще последний шанс увидеть Букингенский дворец или Лондонай воочию? После новостей о Брекзите и обвала британской валюты европейцы ринулись на отдых в Британию. Авиакомпании рапортуют о сказочных прибылях. Мы не скрываем, что наши прибыли намного выше в этом году, чем обычно. Но мы всегда были за Британию в Европе. А вот ярые сторонники развода с ЕС, рыбаки из Крайнего Севера с нетерпением ждут отмены евросоюзовских квот, которые практически похоронили отрасль. В нашем деле Брюссель – синоним коррупции и бюрократии. Наконец, молодые парни получат возможность работать. Да, коренные британцы вернули себе страну. Но могут потерять ее вековые символы. Вкусно! Знаменитые корвальские булочки. Эти пирожки, шатанский скотч, виски, черный пудинг и еще 77 уникальных продуктов и напитков королевства защищены европейским законодательством. Ни рецепт нельзя менять, ни название использовать. И теперь они оказались под угрозой исчезновения. Рынок сбыта, потеря на недовросовестные конкуренты могут продавать выпечку, ну, под видом, скажем, чебурека. Печь по бабушкиному рецепту, варить правильный односолодовый или делать сыр с неповторимым вкусом, пока умеет только в определенном регионе. Секреты хранят, но грязную работу выполняют опять-таки не британцы. Я научилась у этих людей любить сыр Глостер, научилась трепетному отношению к традициям. Для меня всегда найдется место на этой фабрике, я так думаю. Вместе с европейской семьей Соединенное Королевство может потерять и европейские территории. Гибралтар отойдет Испании. Шотландия грозит новым референдумом о независимости. Лондон может утратить статус мировой финансовой столицы. Уже сейчас страховой гигант Лойц переводит сотрудников в Брюссель. Культовый автопроизводитель Роллс-Ройс подсчитывает рекордные убытки. Богатые бизнесмены по опросам хотели остаться в ЕС, но судьбу страны определил рабочий класс. Тереза Мэй вывела нас из состава ЕС. Теперь мы и правда Великая Британия. И пока одни празднуют победу, другие выходят на марши протеста. Великобритания никуда не денется с карты Европы. Просто будет искать свое новое место. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности недели. Британское бюро телеканала Интер.